Эх, что за времена пошли. То Рэйдж 2 с гламурными хипстерами анонсируют, то Бэттлфилд игру с сервисом сделают, а тут еще Сталкер 2 Шреддингера, то ли есть он, то ли его нет. Ой, что ж дальше-то будет? Анонс Half-Life 3? Или новый Fallout? Где-то неделю назад мы тут в редакции сидели и обсуждали следующее видео по Е3. И, кстати, мы его пока не успели смонтировать, потому что очень много новых анонсов. Сталкер, опять же, напомню, что по нему два видео можно посмотреть, здесь же на канале. Но второе видео по Е3 скоро появится, а пока я расскажу вам небольшой спойлер. В видео я собирался рассказать о том, что главным трендом Е3 станет уход издателей в онлайн, но не всех, потому что есть исключения. Например, Bethesda, которая по-прежнему верна офлайновым играм. Вот только последние три проекта, то есть Pre, Dishonored 2 и Wolfenstein провалились, в коммерческом смысле. Поэтому мы тут все вместе предположили в редакции, что если черная полоса затянется, у Bethesda может и башню сорвать. И она сделает что-нибудь, ну, совсем не офлайновое. Потому что за спиной у них стоит занимакс, который умеет считать деньги. И вот вечно делать хорошие, но плохо продающиеся одиночные игры, они Bethesda просто не позволят. И тут хренак, Bethesda анонсирует Fallout 76. Правда, без подробностей, по сути, только тизеры есть. Ролик быстро очень разобрали по косточкам и кое-что из него выудили. Но вот эти подробности я расскажу попозже, в конце видео. А сейчас немножечко о другом. Сразу после анонса народ, естественно, офигел. Что это вообще такое? Почему Fallout 76? И все ломанулись искать инфу в интернете. И, что самое удивительное, нашли. Оказалось, что впервые это название засветилось еще в конце прошлого года. Некий товарищ на зарубежном форуме описал игру как клон Rust. Rust, если вы не в курсе, это такая онлайновая игра, по сути, симулятор выживания со строительством. Довольно, кстати, хардкорный. Тогда на это вообще никто внимания не обратил, потому что, ну, алё, какой вообще Fallout 76? У нас там пятый даже не вышел. А до 76-го еще не знаю сколько. Триста лет ждать надо. Однако теперь можно практически не сомневаться, что все сказанное тогда правда. Журналисты Kotaku связались аж с тремя разработчиками из Bethesda. И все трое заявили, что да, все именно так и есть. Делают симулятор выживания. И в качестве похожих игр называли Rust, DayZ и даже Ark. Но кроме выживания, строительства, я не знаю, там, забивания камнями других обитателей сервера, в игре будет также сюжетная кампания и квесты. Вообще, изначально этот проект создавали как мультиплеер для Fallout 4. Хотели сделать, по сути, как у Rockstar, типа GTA 5 и GTA Online. Но в итоге проекты разделили, и теперь онлайновая часть выходит отдельно в виде полноценной игры сервиса. Если бы все сейчас такие закричали, ааа, за что, почему нас прокляли? Поясню. Дело даже не в том, что именно такие игры сейчас хорошо продаются, а в том, что для них не нужна суперкрутая студия. Чтобы делать оффлайновые игры, нужны, ну, блин, таланты нужны. Те, кто пишут крутой сюжет, диалоги, моделируют офигенные уровни, вылизывает код до блеска, еще там, миллион пунктов могу перечислить. Сделать так могут очень немногие. И у самой Bethesda гарантированные хиты выдает только одна команда, та, что из главного офиса Bethesda Games в Rockville. А остальные, как бы, тоже могут выдавать гаднату, например, там, Doom от It's Of A, или Wolfenstein от Machine Games. Но тут уже немножечко, скажем так, без гарантий. Поэтому издательский бизнес с Bethesda идет, ну, так себе. А с онлайновыми играми все проще, потому что они почти всегда дают второй шанс, тот же Elder Scrolls Online. Студию для нее создали с нуля, это ее единственная игра. И хотя на старте многие плевались, в итоге, ну, получился довольно успешный проект. Путем, простите, адского допиливания после релиза. С Fallout 76 решили поступить, ну, вот примерно так же. Помните, несколько лет назад Bethesda анонсировала сетевой экшен Battle Cry? Вот если не помните, это нормальная история, потому что мы про него тоже забыли, потому что игру уже давно отменили. Так вот, Battle Cry делала команда из Остина. В этом городе вообще, если что, очень много разработчиков. Это один из центров прям игровой индустрии. И после закрытия Battle Cry этих товарищей сделали частью Bethesda и посадили делать тот самый Fallout 76. Впрочем, проект важный, поэтому основной офис из Rockwell тоже оказывает помощь в разработке. Правда, вот на данный момент совершенно неизвестно, насколько эта помощь большая. Учитывая важность игры, вполне возможно, что команда отложила Elder Scrolls 6 или там Fallout 5, не знаем, над чем они сейчас трудятся, и помогают вот своим младшим товарищам сделать классную игру. И тут возникает логичный вопрос. А про что, собственно, будет Fallout 76? Да, в момент анонса показали очень мало, но составить общую картину вполне себе можно. Итак, во время ролика нам показали убежище номер 76. Напомню, что в большинстве убежищ проводились, скажем так, разные эксперименты. В одном там собирали наркоманов, в другом поместили кучу мужиков и одну женщину. А еще там было убежище, в котором ежегодно требовалось приносить жертву человеческую. Иначе компьютер обещал всех убить. А на самом деле, если бы жертву хотя бы один раз не принесли, двери бы просто открылись. В общем, ребят, если вы не увлекаетесь лором Fallout, то все равно почитайте. Он шикарный, офигенный просто. Убежище 76 повезло. Оно было контрольным. То есть никаких экспериментов на людьми здесь не проводили. У них была совершенно другая задача. Они должны были одни из первых выйти на поверхность и начать осваивать мир. Поэтому двери здесь должны были открыться очень рано. Всего через 20 лет. Для сравнения, действия Fallout 3 и 4 происходят примерно через 200 лет после войны, которая началась в 2077 году. Если помните, в самом начале Fallout 4, за несколько минут до ядерного взрыва, по телевизору идет программа о подземных бункерах. И диктор как раз упоминает убежище 76. Мол, с тех самых пор, как торжественно открыли это убежище, а было это год назад в честь 300-летия США, Vault-Tec продолжила расширяться, уже построила более сотни бункеров по всей стране. Вот вся вот эта вот петрушка. И если все прошло по плану, жители убежища 76 должны были выйти наружу в 2097 году. Но в ролике мы увидим пип-бой, на котором можно заметить другую дату. 27 октября 2102 года. То есть действие происходит спустя 5 лет после предполагаемого выхода. Обратите внимание, убежище явно заброшено, но при этом везде видны какие-то шарики, конфетти, то есть люди явно праздновали. Но после праздника никто не прибрался, никто не вернулся, чтобы вещи забрать. А это значит, что день открытых дверей прошел, мягко говоря, неудачно. И это неудивительно, потому что времена тогда были очень суровые, государство пало, везде орудовали банды и мутанты. А помните забавного мутанта Гарольта с деревом в голове, который в Fallout 3 окончательно там одеревенел и превратился в живую рощу. Так вот, именно в 102 году Гарольт, когда он еще был человеком, нашел военную базу Морипоза с запасами мутагенного вируса. Он упал в чан с вирусом и стал он таким, довольно безобидным мутантом. А его спутник, доктор Грей, превратился в суперзлодея, создателя, и начал делать армию супермутантов. Если забыли, он был финальным боссом самого первого еще Фоллотча, но во времена Fallout 76 он еще только начинал вот эти свои эксперименты. Несмотря на раннее открытие убежища 76, оно было далеко не первым. Один из бункеров открыли там буквально через 6 месяцев после ядерного удара. А одно из убежищ вообще даже не закрывали, там, простите, тупо, чтобы поржать. И все обитатели, естественно, стали мутантами. Одновременно с убежищем 76 экстренно открывали другое подземное укрытие, номер 22. Там была эпидемия, и выжившим просто пришлось бежать. Вот примерно в таком мире мы и окажемся после выхода игры. Fallout 76 станет приквелом сразу ко всем частям серии. И здесь в самом начале 22 века мы станем свидетелем того, как мир превращается в знакомые нам пустоши. Релиз, по слухам, состоится совсем скоро, уже этой осенью. Ну а пока ждем Е3 и новых подробностей, о которых мы вам обязательно сообщим. Конференцию в беседке, как и все остальные крупные показы, мы будем комментировать в прямом эфире. И чтобы не пропустить ничего интересного, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео понравилось. И главное, пишите комментарии, что вы думаете по поводу нового Fallout'а. А может вы там какие-то новые факты на Ройте, до которых мы не докопались. Тогда тем более пишите. Удачи вам, до скорых встреч и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok